Вспомните, сколько у вас банковских карт? 1, 2, 3 или больше? Независимо от их количества и платежной системы, посмотрев это видео до конца, вы получите на каждую из них до 500 долларов уже сегодня. Приветствую всех зрителей моего канала, с вами как всегда я, Владислав Сафонов. Сегодня у нас не будет разборов бизнес-идей, стратегий и скучных расчетов. Мы так часто говорим об этом, что совсем упускаем из виду те возможности, которые доступны прямо здесь и прямо сейчас. Поэтому этот выпуск будет полезен не только моим постоянным зрителям, но и просто тем людям, которые ищут способ улучшить свое финансовое положение. Итак, начнем! Моя сестра, работающая начальником отдела банка, недавно поделилась со мной способом, как можно получить на каждую свою карту до 500 долларов, выполнив несколько простых действий. Как оказалось, в этой информации нет ничего сверхъестественного и секретного, поэтому я решил ей поделиться и с вами. Лично я уже попробовал этот способ для двух своих карт и получил 437 долларов. И в этом видео я хочу показать вам этот процесс в онлайн-режиме на примере своей третьей карты. Но давайте сначала я расскажу, за что же мы получаем такие немалые деньги. Каждому из вас хорошо известно, что произошло в начале марта 2020 года. Это резкий крах цен на нефть, вслед за которой обрушились фондовые рынки. Пострадали практически все компании мира, понеся огромные убытки. Сейчас срочные сообщения на форум агентств. Фондовые торги в США открылись с падением индексов на фоне снижения цен на нефть. Доу Джонс теряет 7%, акции нефтяных компаний дешевеют по разным данным от 14% до 25%. В Бразилии биржа Сан-Паул обвалилась больше, чем на 10% на открытие, и торги были прерваны. Одна из компаний, которая понесла значительные убытки, это Rodex Solutions. Мало кто знает, но именно эта компания является основным подрядчиком большинства платежных систем во всем мире. Компания Rodex выполняет львиную долю технологических услуг по проведению платежей 3D Secure и доставке пуш-уведомлений. Это та самая страница, на которой вы вводите код из СМС для подтверждения платежа. Собственно, из-за больших убытков компании пришлось расторгнуть несколько региональных контрактов с основными платежными системами. Прошло всего несколько дней после обвала фондовых рынков, и уже эти события окрестили новым черным понедельником. Акции компании Rodex Solutions подешевели на более чем 40% за минувшие дни. Сегодня компания предприняла неожиданные контрмеры для сохранения своих позиций на рынке. Вчера Совет директоров пришел к окончательному решению. Мы разрываем контракты с платежными системами группы А в странах Латинской Америки, Восточной Европе и Средней Азии. Наша компания на основе закона Соединенных Штатов номер 69456 использует свое право на компенсацию издержек по программе CR3, которая предполагает индивидуальные выплаты за причиненный ущерб. При текущей ситуации для нас это единственный шанс пережить этот кризис. Такой резкий шаг уже вызвал проблемы в работе некоторых банков. Так, например, в Бразилии. Пользователи массово жалуются на невозможность совершить онлайн-покупки. Банки от официальных комментариев пока отказываются. Проблемы с обслуживанием карт и нас не обошли стороной. Именно поэтому в конце марта вы могли замечать частые сбои при онлайн-оплате в интернет-магазинах. Для компенсации всех проблем, которые возникают в процессе разрыва контракта, в законодательстве США предусмотрены три основные программы. Это CR1, CR2 и CR3. В программах CR1 и CR2 сумму компенсации, которую должна заплатить компания, определяет суд, и эта сумма выплачивается разом. В программе CR1 выплата идет напрямую контрагенту. В программе CR2 выплата делается в центральный фонд, и уже с фонда выплачивается нескольким контрагентам. В отличие от CR1 и CR2, в программе CR3 выплаты производятся только по индивидуальному запросу. Это позволяет компании сохранить часть своих денег, так как в первой и во второй программах она должна заплатить всю сумму разом, а в третьей она может выплачивать ее на протяжении полутора лет. Для программы CR3 создается специальный портал, на котором проводится прием заявок на расчет суммы компенсации, и уже затем делается выплата. Компания Rodex как раз выбрала эту программу, и тем самым возложила на себя обязательство производить компенсации всем лицам, которые прямо или косвенно пострадали от ее действий. Именно эта программа и дает нам возможность получить индивидуальную компенсацию. На текущий момент средний размер выплаты составляет 426 долларов для одной карты. Итак, мои дорогие зрители, давайте я уже покажу, как вам правильно оформить запрос и получить свою компенсацию по программе CR3 уже через несколько минут. В первую очередь переходим на сайт компании Rodex Solutions. Ссылка на сайт находится под этим видео. Так, сайт загрузился, и сразу здесь нас встречает окно с персональным предложением. Здесь нужно быть очень внимательным и не торопиться, иначе попадем в ловушку. Здесь нам предлагают оформить кредитную карту от банка-партнера с бесплатным обслуживанием на весь срок действия карты. Тут нельзя ошибиться. Если прочитать ниже, то можно понять, что если нажмете на кнопку «Принять», то станете участником этой акции. А эта акция, естественно, проводится как альтернатива получения компенсации CR3. Поэтому, если мы нажмем кнопку «Акцепт», то получить денежную компенсацию уже не сможем. Так как, грубо говоря, выберем промо-акцию вместо полагаемой компенсации. Так что тут нажимаем на кнопку «Remind me later», и это окно закроется. Дальше мы спускаемся в самый низ страницы, и здесь внизу, где очень много разных ссылок, мы ищем ссылку с названием CR3 Compensation Portal. Нажимаем на нее, и вот мы уже переходим на специальный портал компенсации по программе CR3. Это именно то, что нам нужно. Вот здесь уже и представлена вся нужная информация по компенсации. В общем, если вы видите у себя такую же страницу, вот тут сверху должно быть написано CR3 Compensation Portal. Значит, вы в нужном месте и можно продолжать. Так, ну тут у нас как раз сказано, что компания расторгла все контракты и начала выплачивать компенсации по программе CR3. Справа у меня уже отображены те заявки, которые я подавал. А, то есть вот моя первая зарплатная карта, на нее я получил 437 долларов. Тут же ниже вторая моя карта, Maestro. Но по ней, к сожалению, компенсация не была предусмотрена. Я не знаю, с чем это связано, но бывает и такое. Чуть ниже у нас отображается статистика. Вот, например, средний размер выплаты для одной карты. На сегодняшний день это примерно 426 долларов. В общем, сумма обычно держится в районе 500 долларов. Ну и вот тут в центре страницы самое главное, что нас интересует. Это форма CR3 Online Application Form. Это как раз таки форма проверки карты на доступность компенсации. Но давайте, прежде чем я начну ее заполнять, я быстро расскажу об основных правилах, которые вам необходимо знать. Значит, смотрите. У нас сказано, что карта должна принадлежать платежной системе из группы А. В группе А у нас относятся все банковские карты, а именно карты физических банков. В группе Б относятся платежные системы по типу Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви и так далее. В общем, тут важно знать, если у вас карта реального банка, неважно, Сбербанка, ВТБ или Тинькофф, то она уже автоматически попадает в эту группу. Далее. Ну, по регионам, думаю, тут все понятно. Наша страна относится к Восточной Европе, и мы попадаем под действие этой программы. Ниже идет описание программы CR3. Про нее я вкратце вам уже рассказал, так что если хотите ознакомиться более подробно, то можете прочитать все здесь. По сути, из важного тут только то, что по этой программе предусмотрена единовременная выплата, разом только для одной банковской карты в рамках одного заявления. Повторное получение компенсации на одну и ту же карту невозможно. И еще, обратите внимание на максимально предусмотренные суммы компенсации по регионам. Как я заметил, они меняются чуть ли не каждый день. Вот видим. Updated yesterday, то есть обновлена вчера. На текущий момент максимальная сумма для Восточной Европы составляет 488 долларов для одной карты. И что еще немаловажно, это ограничение. Запрещено проверять чужие карты или не принадлежащие членам вашей семьи. Также тут присутствует максимальное число запросов. Мы можем раз в 24 часа проверить только одну карту. Следующую мы сможем проверить только после истечения лимита на наш первый запрос. В принципе, это все, что тут нужно знать. И я думаю, можно начинать заполнять форму на проверку карты. Как я уже говорил, я буду проверять свою третью карту. Это кредитка Сбербанка. Я ее очень часто пользуюсь, поэтому надеюсь, что в отличие от предыдущей карты, по ней должны что-то, да и выплатить. И я смогу показать вам все этапы для получения этой компенсации. Так, первое, что мы делаем, это указываем номер нашей карты. У меня карта Visa. 41, 54, ниже Cardholder Name. Это имя на карте. Владислав Сафунов. Убеждаемся, что стоит галочка и нажимаем на кнопку Submit Form. Вот видим, что у нас отображается статус Process. Это начался процесс с регистрации заявления. И вот, Initial Checking. Это началась первичная проверка. Когда она завершится, то мы как раз и узнаем, доступна ли компенсация для этой карты. Ну, ждем. Готово. Вот у нас открылась страница. Your card is included in the compensation list. Если у вас отображается эта зеленая строчка, это означает, что наша карта была включена в список для компенсации. И это уже хорошо. Когда я проверял свою карту Маэстро, то тут просто высветилось, что, грубо говоря, ваша карта не попала в список. И то, что мне ничего не положено. Пожалуйста, подождите еще сутки, и типа только тогда можно будет проверить другую. Ну а теперь мы уже видим, что для этой карты компенсация предусмотрена. И можно продолжить. Вот тут ниже еще раз написана сумма максимальной компенсации для жителей Восточной Европы. И она составляет до 488 долларов. И мы снова приближаемся к очень важному моменту. Это предоставление подробной информации для расчета компенсационной выплаты. Здесь для полного расчета суммы нам необходимо ответить на вопросы, указанные ниже. Анкета состоит из четырех вопросов. Советую вам отмечать те же поля, что отмечаю я. Потому что именно так же я проверял свою первую карточку, и у меня все получилось. В первом вопросе нас спросят указать, какие проблемы в работе карты мы замечали с 16 марта по 16 апреля. Вот здесь перечислены все проблемы этого периода, когда компания находилась в процессе расторжения договоров. Тут я рекомендую указать второй и третий вариант. Это не приходил код 3D Secure и не приходили пуш-уведомления. Потому что особенно выражены эти проблемы были у нас в конце марта и в начале апреля. В один из тех дней Сбер вообще как-то полдня не работал. Важно понимать, что если наши карты уже присутствуют в списке для компенсации, как вот сейчас, то это значит, что проблемы с обслуживанием коснулись и вашей карты. Поэтому лучше в любом случае эти две галочки поставить. Далее. Как раз таки для этих двух пунктов нужно дать уточняющий ответ. Получается во втором вопросе, испытывали ли мы проблемы с 3D Secure, здесь ставим yes. И испытывали ли вы проблемы с пуш-уведомлениями? Третий вопрос, тоже отмечаем yes. И теперь, как мне кажется, это самый важный четвертый пункт. Понесли ли вы какие-либо финансовые потери от проблем в работе банковской карты? На этот вопрос есть четыре варианта ответа. Первый. Нет, доставили только неудобства. Второй ответ, который мы выберем, это yes suffered indirect losses. Это обозначает, что мы понесли косвенные потери. Третий ответ, мы понесли реальные потери. А четвертый, то же самое, только сумма потерь превышает 1000 долларов. Итак, почему же нужно выбрать именно второй пункт? Первый пункт мы даже не рассматривали за возможный вариант. А вот насчет третьего и четвертого пункта скажу точно. Сестра как раз понесла реальные потери и выбрала третий пункт. И далее рассмотрение ее заявки затянулось на неделю, так как компания запросила подтверждающие документы. Ну а это делается все не за один день, как вы понимаете. Поэтому тут самый гарантированный вариант, это как раз таки выбрать, что мы понесли косвенные потери, которые не нуждаются в дополнительной проверке. Давайте я его выберу. И вот у нас появилось пятое поле, в котором мы сейчас более детально напишем, какие это были потери. И здесь нужно знать, что у нас вообще относится к косвенным потерям. То есть это когда вы не потеряли деньги, но вам были доставлены какие-либо неудобства, например, потеря времени. Либо вы могли попасть в ситуацию, когда вовремя не смогли внести платеж по кредиту, и вам помогли начислить штрафные пени. Также сюда можно отнести, например, ситуацию, когда вы не смогли вовремя заплатить за квартиру или внести платежи по ЖКХ. Или же вы не смогли вовремя перечислить деньги родственнику или знакомому. То есть вот все эти случаи относятся к косвенным потерям, и они в свою очередь не требуют какого-либо документального подтверждения, поэтому тут вы уже сами подумайте, что лучше написать из перечисленного. Так, ну лично я напишу, что вовремя не смог оплатить услуги ЖКХ. Да, тут, как я понял, можно писать сразу на русском языке. Вот, ну все, когда мы все это заполнили, нажимаем на кнопку Send for Calculation, отправить на расчет. Ну и вот мы видим, что у нас идет отправка заявления. Application Review, то есть у нас сейчас идет проверка нашего заявления, и сейчас алгоритм проверяет всю введенную нам информацию. Тут нам нужно опять чуть-чуть подождать, ну а я пока ускорю видео. Наша проверка подходит к концу. И вот загрузилась страничка, вот. 281 доллара approved, и это означает, что нам одобрили компенсацию в размере 281 доллара для этой карты. Ниже зеленым текстом написано, что компенсация одобрена. Ну вот, тут у нас указан номер нашей заявки для карты. Одобрено 281 доллар по категории «Сбой в работе информационной системы банковского продукта». Ну а нам же остается только получить эти деньги. Что же мы делаем дальше? А дальше мы спускаемся чуть ниже, и вот здесь уже у нас отображена форма Payment Form. Это форма заказа выплаты. Тут необходимо проверить все свои данные, заполнить недостающие и подать заявку на выплату. И уже после регистрации заявки нам останется только оплатить стоимость международного перевода и получить саму выплату. Теперь обо всем по порядку. Здесь у нас общая информация по переводу. Это отправитель – Roder Solutions, получатель – Владислав Сафонов, сумма и назначение платежа – CR3 компенсация. Так, пункт второй. Нам необходимо указать номер карты или счета кошелька, на который нам поступит перевод этой суммы. Тут по умолчанию уже выбрана проверяемая карта, вот, заканчивается на 4154. Ну а если мы хотим получить выплату на другую карту, то нам нужно выбрать второй пункт – Get Paid to Another Card or Account. И вот ниже у нас появится поле, где мы можем указать номер другой карты – счета или электронного кошелька. Вот, я закажу выплату на эту же карту, поэтому выберу первый пункт. И третий пункт – здесь указываем номер телефона, который может понадобиться при переводе. Указываю свой номер телефона. И нажимаю на кнопку Order Payout – Заказать выплату. Так, вот началась регистрация выплаты. И сейчас нас должны отправить на выбор международного свифт-перевода. Отлично! Наш перевод успешно прошел международную регистрацию, и это означает, что он был подготовлен к выполнению. Теперь нам нужно выбрать тип международного свифт-перевода. Для России тут доступно только два типа перевода. Первый – это самый классический способ, как раз тот, который используется всеми банками по умолчанию. Здесь перевод сначала идет в банк получателя, а затем уже банк перенаправляет средства на ваши реквизиты. Эта процедура занимает до двух часов, ее стоимость составляет 4 доллара 99 центов. И второй вариант называется свифт-плюс. Это ускоренный перевод средств, тут деньги отправляются сразу напрямую по реквизитам получателя, то есть на нашу карту или электронный кошелек. И эта операция, в отличие от классического метода, выполняется от 1 до 15 минут. Но обычно я всегда выбираю переводы через свифт-плюс, так что и сейчас для демонстрации я также выберу его и заодно, после зачисления средств, я смогу показать вам личный кабинет банка. Так, выбираю второй вариант и нажимаю на кнопку «Завершить». Ну, тут ожидаем. Вот мы попали на платежную систему свифт, и сейчас нас должно уже отправить на оплату перевода свифт-плюс. Так, вот загрузилась наша форма оплаты, но здесь в принципе все стандартно. Сумма тут уже указана в рублях, соответственно, конвертация происходит автоматически. Так, ну что ж, начнем заполнять необходимые данные. Указываем наше имя. Указываем адрес электронной почты и указываем телефон. Так, ну и выбираем способ, которым будем платить. Здесь я плачу с помощью банковской карты. Нажимаем на кнопочку «Оплатить». У нас загрузилась форма для ввода данных карты. Здесь тоже все стандартно. Заполняем номер карты. Так, указываем срок действия. И три цифры на обороте. Оплатить. Ожидаем, пока оплата будет зачислена. Так, платеж зачислен, нажимаем на кнопочку «Завершить перевод». Вот у нас открылась страница, где отображен статус перевода. Вот у нас уже третий шаг из пяти. Ну, ждем, когда перевод поступит. О, вот, деньги уже пришли. Зачислено 21 356 рублей. Отлично. Здесь уже стоит статус «Выполнено» и вот ниже кнопка «Вернуться на сайт Родекс». После того, как получите свою компенсацию, вы на нее нажимаете и вернетесь на сайт, чтобы уже проверить следующую карту. Но не забывайте, что следующую проверку вы сможете сделать только через 24 часа. Ну, а я, чтобы уже полноценно завершить выпуск, давайте войду в свой кабинет «Сбербанк Онлайн» и покажу поступивший перевод. «Сбербанк Онлайн». Захожу на портал «Сбербанк Онлайн». Указываю свой логин. Ввожу пароль. И нажимаю «Войти». Ждем смс-подтверждение. 422. 422. Ждем загрузки. Так, вот мой аккаунт «Сбербанк Онлайн». Вот мои три карты. Сейчас я проверял вот эту карту. «Виза» 4154. Мои операции. И вот моя история переводов. Вот последняя выплата 21 356 рублей. Это как раз примерно 281 доллар по текущему курсу. Ну, а здесь же можете увидеть саму оплату SWIFT перевода, которую у меня списали ранее. Что ж, думаю, на сегодня это все. Всем большое спасибо за то, что смотрите меня и за то, что поддерживаете канал. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Будем зарабатывать вместе. Ну, а мы увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока и спасибо за просмотр этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok